Здравствуйте! Если вы просмотрите, какие видео есть на моем канале, то заметьте, что я, мягко говоря, не гонюсь за трендами. По большому счету мне все равно, просмотрят ли видео 10 человек или 10 тысяч, все равно монетизации у меня нет, могу себе позволить. Я снимаю про то, что мне лично самому интересно. Вот и все. Но так уж получилось, что сейчас та тема, которой я интересуюсь давным-давно, чуть ли не всю жизнь, она стала очень хайповой. Я коллекционирую противогазы и респираторы. И разумеется, сейчас, в разгар пандемии, это стало весьма востребовано. Люди хотят защититься от вируса. Что ж, почему бы не снять видео про то, как защититься от него? Ну, для начала хотелось бы сказать, что рекомендации Министерства здравоохранения всем носить медицинские марлевые маски, она правильная. Правильная с точки зрения Минздрава, который должен вести к минимуму эпидемию, а не защитить каждого конкретного человека. Дело в том, что, как мы знаем, у вируса есть инкубационный период. И в случае коронавируса он весьма-весьма большой. Разные оценки говорят от двух до даже пяти недель. В это время человек считает себя здоровым. Но реально он уже болен и может заражать других. Если он ходит хотя бы в марлевой маске медицинской, обычной, то вероятно, что он заразит других, резко снижается. Ведь если он, допустим, чихнет, то крупные капли слюны, содержащие множество частиц вируса, они все осядут на марле. Они вылетят в воздух и не заразят людей. Ситуация совсем другая, когда мы хотим защитить себя от окружающих больных, предположительно. Вот чихнул человек, вылетели крупные капли слюны. Но они же быстро испаряются. Это же все-таки в основном вода. И становится все мельче, мельче и мельче. В общем-то, может случиться так, что капля полностью испарится, и останутся только частицы самого вируса. А насколько они малы, они имеют размер порядка 1 десятой доли микрона. Ну или, если вам так будет понятнее, это одна десятитысячная доля миллиметра. Думаю, не нужно объяснять, что никакая марля не отфильтрует частицы столь малого размера. Поэтому защита марлевой повязки в принципе не может быть особо надежной. Ну, вы скажете, там можно взять 2-3 слоя марли, это повышает надежность фильтрации. Но тут вылазит следующая проблема этих медицинских повязок. Дело в том, что они не особо-то плотно прилегают к лицу. Вы создаете больше слоев, воздух усложняете и через марлю, и все больше воздуха засасывается через щели между лицом и повязкой без всякой фильтрации. Снова щели образуются здесь, на щеках, и вот здесь вот, в районе носа. Так что, сколько ни серьезной защиты для вас, повязка такая марлевая, маска медицинская, она не дает. Но рекомендация с точки зрения Минздрава совершенно правильная. Не нужно думать, что Минздрав не понимает, что делать. Он все понимает. Но вы, наверное, хотите защитить именно самого себя лично. Что делать? Ну, как мы уже говорили ранее, мы пытаемся себя защитить от капель жидкости, содержащей вирус, от непосредственно частичек вируса, ну и от пылина к воздухе, к которым может прилипать вирус. То есть, это взвесь капель жидкости или твердых частиц в воздухе. По-научному это называется аэрозолем. Соответственно, нам нужны средства индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей. Такие средства обозначаются буквой П в своей маркировке. И после буквы П идет число от 1 до 3. Что такое это число? Это число означает долю тестового аэрозоля, которую пропускает наш фильтрующий материал. Ну, точнее как, если у нас стоит единичка, то, значит, 20% тестового аэрозоля, так, для справки, средний размер частиц этого аэрозоля 0,6 микрона. Ну, или несколько раз больше размера вируса. Точнее распределение частиц этого аэрозоля по размеру можно посмотреть вот на этом графике. График взят из ГОСТа. И я добавил вот эти две красные горизонтальные линии, которыми отчертил диапазон размеров вирусов, чтобы вы могли лучше понять, какая доля аэрозоля соответствует размеру частиц вируса. Ну, разумеется, всякие капли, пылинки, в которых есть вирус, они крупнее этого размера, поэтому их отфильтровать легче. Итак, 20% тестового аэрозоля пропускает фильтр P1. Думаю, мы все понимаем, что, ну, это очень много. Защита, ну, мягко говоря, слабенькая. Зачем вообще нужны такие фильтры? Ну, они нужны на производстве, например, если вы, там, пилите дерево, у вас опилки образуются, и, там, обрабатываете камень абразивным диском, у вас, соответственно, пыль камня, пыль абразива образуются. То есть крупные довольно частицы, которыми, ну, не очень-то стоит дышать. Такие фильтры крупные частицы улавливают очень хорошо, ну, практически на 100%. А вот, когда речь заходит о мелких частицах, там, меньше микрона размером, то он уже не работает практически. Ну, вот 20% аэрозолей пропускает, то есть огромное количество. Дальше у нас идет П2. Двоечка пропускает уже порядка 5% тестовой аэрозоли. То есть многократно сразу лучше, чем П1. И, разумеется, во всех случаях вам стоит выбирать минимум П2, если вы хотите защититься от вируса. П1 в случае, вот, частиц размером с вирус, это вообще не защита, такие частицы практически полностью пройдут. А П2 уже что-то задержит. Ну, а далее идет П3. Это фильтры высокой эффективности. Они пропускают тестового аэрозоля 0,05%. Сотые доли процента. То есть очень эффективно. Они задерживают полностью любую крупную пыль и почти полностью все частицы размером с вот вирус, они задерживают. То есть какие-то малые доли процента вируса смогут пройти через сам фильтр. П3 это именно то, что нужно для надежной защиты. Если вы там работаете в каких-нибудь больницах для зараженных или еще что-то в таком духе, ищите П3, это ваш выбор. Теперь давайте конкретнее. Какие есть средства защиты нужных классов? Ну, во-первых, вот такие маски. Это маска с обычного строительного рынка. Класса, как тут написано, FFP2. Подчеркиваю, я вчера ходил на строительный рынок, там полно этих масок. Класса FFP2. Сколько угодно. Цена небольшая, порядка 150 рублей в Москве стоят такие маски. В любой практически будочке на строительном рынке они есть, никаких проблем, не нужно впадать в панику, что их нигде не достать. В аптеках, может, их нет. На строительных рынках есть сколько угодно. Не волнуйтесь, берете, покупаете и все. Значит, вот только смотрите, чтобы FFP2 было. Не один, а двоечка. Есть много на рынке FFP1. Просто посмотрите внимательно, чтобы было двоечка. Двоечки полно. Никаких проблем. Иногда встречаются такого же формата маски, которые фильтры и, собственно, маска два в одном. Класса FFP3. Класс FFP3, соответственно, обеспечивает сверхвысокое качество фильтрации. Но найти продажи вот такого форм-фактора маски FFP3 – это большая проблема. Это вот маска из моей коллекции. Собственно, она просроченная давно, до 2016 года. И я их сейчас в продаже такие не видел. Значит, и, ну, я бы не стал рекомендовать как-то уж сильно стараться специально найти вот FFP3, если речь об таком формате маски. Почему? Значит, давайте для начала подумаем, почему я говорил вначале фильтры P123, а тут FFP123. Потому что это у нас два в одном и фильтр, и маска. Соответственно, здесь стандарт накладывает ограничения не только на качество фильтрации воздуха, но и на степень, скажем так, уплотнения по лицу этой маски. Сколько воздуха будет проходить через щель по контуру маски. У таких масок есть вот здесь вот алюминиевая пластинка, которая позволяет вам отформовать маску по носу. И второе, здесь есть подтяжки, чтобы менять усилие натяжения резины. Соответственно, чтобы подобрать максимальное, но в то же время еще комфортное усилие прижатия к лицу. То есть вы надеваете маску. Формуете по носу здесь металлическую пластину. Это обязательно нужно, чтобы исключить здесь большие щели. И дальше подтягиваете здесь резиночки, чтобы маска была прижата к лицу посильнее, но чтобы еще комфортно. Вот так вот вы обеспечиваете максимальную плотность маски к лицу. Но, к сожалению, несмотря на все эти меры, маски такого формата, в принципе, не могут обеспечить действительно хорошую герметичность. Как минимум несколько процентов воздуха гарантированно будут вами вдыхаться через щель. Что бы вы ни делали, если это маска такого форм-фактора. Увы и ах, но ситуация такая. В свое время это было большое открытие, потому что средства индивидуальной защиты десятилетиями тестировали на специальных аппаратах. Когда их стали тестировать на реальных людях, выяснилось, что у реальных людей у всех лицо немного разное. Важный момент. Мужчинам растительность на лице катастрофически снижает качество прилегания. Так что хотите надежную защиту, бейтесь обязательно. В общем, такие маски, что FFP2, что FFP3, разница получается не в десятки, сотни раз, как казалось бы, это пропускает 5% аэрозоля, через себя это 0,05%. Нет, разница будет там в два-три раза, не более того, потому что такие маски просто пропускают значительное количество воздуха через щель. Такая маска, скорее всего, снизит FFP2, количество вирусов, вдыхаемого вами, где-то раз в 10, такая может там в 20-30 раз. Но не более того. То есть, если вы выбрали маску такого формата, то вы исходите не из того, чтобы полностью оградить себя от вируса, а из того, чтобы снизить количество вдыхаемого вами вируса в большое число раз и рассчитывайте на то, что дальше ваш иммунитет с этим небольшим количеством вируса справится. Ну а как еще? Вроде как бы все понятно. Повторюсь, маски эти есть в продаже, сколько угодно, покупайте. Не надо скупать все там на годы вперед, они есть. Купите столько, сколько вам сейчас надо, не более того. Но есть у этих масок проблема. Если мы посмотрим маркировку полностью, то здесь FFP2 NRD. На второй маске соответственно написано FFP3 NRD. Буква D в конце означает, что эта маска рассчитана на работу в условиях сильно запыленного воздуха. Ну, неудивительно, ведь это противоаэрозольный фильтр. А вот NR означает, что она одноразового применения. Вы надели маску, походили в ней, вернулись домой, сняли ее, отправили в мусор. Так задумано производителем, так она рассчитана. Продавцы на рынке вам могут рассказать, что обработали ее антисептиком, положили в полиэтиленовый пакетик, на следующий день вытащили из пакетика, снова надели, и так можно месяц одну маску носить. продавцы вам сами знаете не такое рассказывают. Все продавцы не только масок. Им же продать надо. К сожалению, производитель такого не задумал. Никто не проводил исследований, как эти маски будут работать, если вы их постоянно снимаете, одеваете. но зато есть исследования, которые проводили. Обратите внимание, что на обеих масках у меня в центре есть вот такой клапан выдоха. Зачем он нужен? Затем, что если этого клапана нет, выдыхаемый вами влажный воздух проходит через фильтры. Эти фильтры значительно ухудшают качество своей работы при намокании. Там механизмов ухудшения множество. Один из них связан с тем, что внутри фильтра многие производители, если не все, используют специальный слой электростатической фильтрации, там специальный материал, который длительное время сохраняет на электризованность и, соответственно, пылинки к нему прилипают. Разумеется, при намокании он перестает работать, этот слой электризованный. Клапан выдоха позволяет воздуху проходить наружу не через фильтр, фильтр меньше увлажняется, соответственно, его ресурс возрастает. Так что, рекомендую искать с клапаном. Это увеличит ресурс маски, она дольше у вас будет защищать. Но, возвращаемся к нашим баранам. Если вы обрабатываете маску антисептиком, что происходит? Правильно, вы ее мочите. вируса на ней может и не будет после обработки, но когда вы на следующий день ее наденете, она уже будет не FFP2, а, допустим, FFP1. Ну, или вообще, на самом деле, непредсказуемо, как она будет работать на следующий день. Никто этого не проверял. Если вам маска больше для самоуспокоения, ну, не вопрос, можете носить месяца, ну, никто вам не запретит. Но, если вы серьезно озабочены вопросом своей безопасности от вируса, то каждый день будьте добры новую такую масочку. И, если вы будете каждый день брать новую по цене, ну, 150 рублей за штуку, то за пару недель вы потратите весьма серьезные денежки это на эти маски. За эти деньги вы могли бы купить нечто другое, более эффективное. Полноценный респиратор, состоящий из отдельной резиновой, ну, точнее, в данном конкретном случае, из гипоаллергенного силикона маски и отдельных сменных фильтров. и да, это дороже, но фильтры эти рассчитаны на многоразовое применение. Соответственно, вы можете здесь уже действительно месяц носить один и тот же фильтр, и он будет работать. Более того, когда месяц пройдет, вам нужно будет менять фильтр, но на самом деле смотреть нужно не на время, а на усилие вдоха. Чем сильнее изношен фильтр, тем больше усилия вдоха. Так что, если вы чувствуете, что дышать стало значительно тяжелее, надо менять фильтр. В общем, когда фильтры закончатся, вы поменяете один только фильтр, а не всю маску в сборе. Фильтры, ну, стоят пара фильтров где-то примерно по цене как пять масок. Соответственно, за неделю, за две такая покупка окупится. Кроме того, здесь у нас, как я говорю, резина и весьма надежный резиновый уплотнитель. Маска, конечно, больше, тяжелее, но, в принципе, носить можно. Когда вы ее сняли, она у вас повисает на шее, особо не мешает. Очень вполне удобно. Здесь все уплотняется. отличный вариант для действительно хорошей защиты. Единственный момент фильтры. Если мы посмотрим на маркировку этих фильтров, мы прочтем здесь A1, B1, E1, K1. Что это означает? защита от паров органических жидкостей, ну, там, всякие растворители, например, когда там красть и лакируют. B1 это неорганические токсичные вещества, ну, например, синильная кислота, там, циклон B, которым нацисты в лагерях смерти, в газовых камерах людей травили. Вот, защищает. Е1 защита от паров кислот и K1 защита от аммиака и его производных. Но здесь ничего нет про аэрозоли. То есть, конечно, как-то аэрозоли эти фильтры задерживают. Но как-то. Никто не знает, как именно. Что делать? Ну, простейший вариант это взять так называемые предфильтры противоаэрозольные. это вот такие вот пластиночки. Они есть классов тоже P1, P2 и P3. Как вы поняли, брать надо минимум P2. Вот у меня в руках как раз P2, как можете видеть. И тут P2 R. Не NR, а просто R. И это очень важно, потому что R означает многоразовое применение. вы берете вот такой вот специальный крепеж для предфильтра, кладете туда этот предфильтр и затем натягиваете. Вот у вас получилась сборка. Сделаем сейчас вторую с этой стороны. Здесь у меня уже собраны. все защелкнулось. И вот теперь этот респиратор действительно будет защищать вас от всевозможных болезнетворных организмов, в том числе вируса. но наверняка многие хотели бы все-таки что-то полегче и покомпактнее. И это возможно. Здесь ведь у нас противогазовый фильтр получается как бы совсем лишний. Зачем так? Можно вместо такой сборки взять специализированный фильтр чисто вправе аэрозольный. Вот такие вот фильтры. Если мы посмотрим на маркировку P3RD. то есть P3 максимальное качество фильтрации сотой доли процента R многоразовый и D для сильно запаленного воздуха. Такой фильтр меньше по размеру и он намного легче чем фильтр противогазовый в сборе с фильтром противоразольным. Ну так раза в два думал легче. устанавливается он очень просто вставили провернули и вот получили такую масочку чисто противоаэрозольную класс защиты P3 то есть через фильтры проходят сотые доли процента аэрозоля в том числе вируса. дышится очень легко никаких проблем маска достаточно легкая чтобы на лице практически не ощущаться то есть в общем никаких проблем ходить так можно очень долго пожалуйста и если вы серьезно опасаетесь коронавируса постоянно при этом вынуждены выходить из дома то это ваш выбор. Хочу заметить что вот такие противоаэрозольные фильтры бывают не только вот как здесь пластиковый корпус закрытый бывают еще фильтры где фильтрующий материал он прямо снаружи весь виден только сзади пластик они дешевле но дешевле как мы все понимаем не значит лучше потому что как я уже говорю при намокании фильтры сильно ухудшают свое качество фильтрации если морозить дождик или просто какие-то брызги там машина проехала через лужу то фильтры вот такие открытые могут испортиться здесь же нам это не грозит потому что здесь у нас с обратной стороны щель через которую происходит забор воздуха более того воздух проходит до конца щели разворачивается на 180 градусов и только тогда попадает фильтрующий элемент соответственно влаги будут не так уж и просто добраться до фильтрующего элемента пластиковый корпус весьма надежно защищает рекомендую именно такой вариант есть такие маски и фильтры вот американской фирмы 3 у меня вот это российский Unix марка в общем принципиально разницы между ними нет никакой единственная проблема что у них вот этот байонет имеет разный размер поэтому если вы выбрали маску Unix то вы будете использовать фильтры только Unix если вы выбрали маску 3M то фильтры только 3M так что смотрите какие фильтры у вас доступнее на цену посмотрите где-то дешевле 3M где-то дешевле Unix так что смотрите на это в остальном никакой принципиальной разницы нет когда вы не используете фильтры на респираторе снимайте их с него и храните вот в таких вот пакетах с зип-локом это весьма просто удобно и в то же самое время вы таким образом защищаете свои фильтры от воздействия влаги воздуха соответственно они у вас будут долго сохраняться не теряя своих свойств любой практикующий парановик знает что защищать только рот и нос это недостаточно вам необходима еще защита глаз значит вам нужна настоящая полнолицевая маска вам нужен противогаз алиэспиратор и противогаз не какой-нибудь древний ГП5 ведь у него через эти маленькие стеклышки почти ничего не видно они еще и запотевать любят тогда совсем ничего не видно вы раньше попадете под автомобиль или же вы споткнетесь или еще чего-то но не защититесь вы будете травмированы попадете в больницу и там вас заразят значит вам нужна полнолицевая маска противогазная панорамная как сейчас нам не ну давайте будем честными конечно это очень очень сильно параноикам нужно быть чтобы так считать но если вы все-таки решились взяться за нормальные полнолицевые маски за противогазы то тогда вам стоит знать что во-первых бывают маски под те же самые фильтры что и вот такие респираторы тоже с двух сторон у них байонеты но я бы не стал их рекомендовать дело в том что когда речь заходит о полнолицевой маске на них уже можно ставить вот такие вот фильтры под 40 миллиметров резьбу такие фильтры имеют больший ресурс чем вот эти вот мелкие и они обычно стоят дешевле то есть они не то чтобы надежнее защищают но по соотношению цены срока эксплуатации они очень сильно выигрывают так что берите маски панорамные полнолицевые под 40 миллиметров фильтра в данном случае у меня это маска мак 3 в принципе могу всем рекомендовать отличная маска удобная великолепный обзор но какие именно 40 миллиметров фильтры использовать сразу говорю то что у меня здесь стоит это фильтр того же самого гп5 и такой фильтр нельзя использовать для защиты от вируса вообще начнем с того что где такие фильтры можно использовать ну например при лакокрасочных работах вы надеваете противогаз идете красить если вы начинаете чувствовать запах краски ну вы знаете что пора фильтр выбросить и взять другой благо стоят они копейки там рублей по 50 на строительном рынке так что их не жалко но если вы не имеете возможности быстро определить что фильтр не работает а в случае вируса это ведь именно так то такие фильтры ни в коем случае использовать нельзя они уже отлежали несколько своих гарантийных сроков ну вот этот у меня фильтр написано что 1974 год я еще не родился этот фильтр уже просрочен так что конечно они никакой гарантии ничего не дают тем более от вирусов и плюс насколько знаете фильтры вообще не были задуманы для защиты от аэрозолей даже когда были новые что же делать брать свеженькие фильтры например вот такие обязательно чтобы была белая полоска вот смотрим маркировку именно этого фильтра A1 B1 E1 K1 P3D ну что такое A1 B1 E1 K1 мы уже знаем то же самое что было в фильтрах к респиратору А P3 разумеется это защита от аэрозолей максимального уровня таких фильтров полно везде да кстати респираторы тоже полно везде на строительных рынках и там не только на строительных рынках можно там в интернет магазинах заказать в Комусе например есть вот все думают что это магазин торгует только канцелярией но там есть если что Комус мне к сожалению за это не заплатил просто то там действительно есть эти респираторы если вам нужно можете заказать таких фильтров в Комусе нет но я думаю вы их легко найдете в продаже их много стоят они достаточно недорого вообще идеальный вариант конечно найти фильтра есть DOT P3D то есть чисто против аэрозольной он где-то вдвое меньше по толщине соответственно легче усилия вдоха меньше всем хорош кроме того что его в продаже еще поединой идеи но если найдете можете брать и с удовольствием носить вместе с такой маской если вы конечно настолько большой параноик что посчитайте что в этом есть реальная необходимость могу сказать честно я считаю что в абсолютном большинстве случаев можно выйти на улицу без какой-либо маски и это не приведет к вашему заражению если вы идете куда-то где большое скопление людей то ну скорее всего такого фильтра более чем достаточно потому что не каждый день вы будете ходить использовать его соответственно скорее всего закончится вся эта эпидемия раньше чем вы потратите десяток этих масочек ну а если вы вынуждены постоянно ходить в людных местах и вы серьезно опасаетесь того что можете заразиться ну например вы курьером работаете соответственно ездите в том числе с больным людям постоянно в общественном транспорте и так далее ну тогда вот такие вот респираторы это более чем достаточно берите пользуйтесь в общем не болейте всего вам хорошего до свидания до свидания до свидания за 2